Верхний Тазовский, Гыданский и даже Паркингелор об этих заповедниках можно было узнать сегодня в Москве на ВДНХ в рамках выставки «Россия». 4 ноября открылась масштабная экспозиция, в которой принимают участие все регионы страны, а также крупные компании и корпорации. Команда «Газпром Добыча Ямбург» представила в столице эколого-просветительский проект «Заповедный Ямал». Презентация прошла в одном из самых технологичных и красивых павильонов выставки «Достижения народного хозяйства». Неподдельный интерес к экспозиции ПАО «Газпром» проявляют не только взрослые. Хочу посмотреть на разработки, и, собственно, всегда интересовали новые технологии. Но и самые юные посетители выставки. Хочется увидеть какие-то ожидания, каких-то очень красивых красок, атмосферы. В первом зале посетители встречают панорамный экран с основными фактами о лидере газодобывающей отрасли. Первое погружение в масштабную разнообразную деятельность компании. Следующая остановка на уровне в несколько тысяч метров под землей. И тут же представлены реальные керны, то есть образцы породы с разных месторождений, в том числе и заполярного, который вместе с Ямбургским разрабатывает наша компания. И вот она, кладовая семья. Следом не менее эффектный зал с медиаэкранами до потолка, где портреты реальных сотрудников чередуются красивейшими пейзажами в регионах присутствия компании. Это пространство с фоном, который рисует нейросеть, посвящено Лахта-центру, где располагается головной офис ПАО «Газпром». На макете два небоскреба, которые побьют рекорд самого высокого здания в Европе – 462 метра. Он принадлежит уже построенной Лахте. Следующий зал переносит посетителей уже под воду и рассказывает о шельфовых проектах общества, в числе которых и ледостойкая платформа «Каменомысская» – проект компании «Газпромдобыча Ямбург». Пристегните ремни. Мы отправимся в путешествие. Еще в одном секретном зале организаторы приготовили захватывающий аттракцион. Вау-эффект достигается и без очков виртуальной реальности. Финальной точкой экспозиции стал макет теплого и уютного дома, куда приходит «Газ». В это сложно поверить, но этот павильон был построен за считанные недели. Идея проекта была придумана за два дня. На следующий день нам Алексей Борисович ее утвердил, и мы побежали ее делом. 10 сентября мы поставили первые опорные конструкции. Пять с половиной недель был готов к павильону. Одним из почетных гостей стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Генеральный директор «Газпромдобыча Ямбург» Андрей Касьяненко подарил ему коллекционное издание о Гыданском заповеднике. После выставки посетителей ждала презентация проекта «Заповедный Ямал». О нем мы уже рассказывали минувшим летом в Третьяковской галерее в Москве. Эта лекция также прошла в интерактивном формате. Мы разыграли уникальные книги, авторы которых запечатлели первозданную красоту Ямала и рассказали о своих приключениях в экспедициях. Давайте поддержим аплодисменты. Молодец. По словам генерального директора «Газпромдобыча Ямбург», подобные проекты нужны не только для изучения природы, но и сохранения красоты Ямала для будущих поколений. «Осуществляем как раз в нашем любимом Ямал-Ненецком автономном округе мощную производственную деятельность и соответственно мы должны нашу хрупкую артическую природу сберечь для будущих поколений. Поэтому мы реализуем научно-технические решения, которые предотвращают выбросы парниковых газов, сохраняют как раз нашу атмосферу экологичной и поэтому мы продолжаем эту работу плодотворно, успешно». Среди посетителей были не только студенты и школьники, но и преподаватели крупнейших профильных вузов страны. «Много нового узнал, конечно же. Например, про того же белого медведя, что у него оказывается шерсть бесцветная». Также своими впечатлениями поделились и коллеги, с которыми мы плечом к плечу работаем несколько лет. «Очень интересно, что коллеги из «Газпромдобыча Ямбург» ездят по этим труднодоступным местам и показывают их красоту людям. Вот это очень приятно». Победители викторины стали обладателями книг «Невиданный Гэдан», «Таежное сердце» и «Тайны Мангазии». Реальность превзошла все их ожидания от лекции. «Это было очень интересно для нас, как для школьников, которые приехали совершенно из другого уголка нашей прекрасной страны». «Узнала очень много интересных фактов, как о «Газпроме», так же о «Ямале». На меня это произвело очень большое впечатление, потому что я не думала, что «Ямал» настолько интересный регион». Вечером в лектории мы показали документальный фильм «Волок Ерофея Хабарова», созданный в рамках проекта «Заповедный Ямал». Он рассказывает об экспедиции «Тайны Мангазии». Ее организовало Ямальское отделение Русского географического общества при поддержке «Газпромдобыча Ямбург». «Мне очень понравилось то, что наши люди не забывают историю, и они создали такую экспедицию, все воспроизвели в точности, как и было, и показали это людям, напомнили о том, как важно хранить историю». Весной 2019 года пять энтузиастов на моторных лодках прошли более 500 километров по речкам, озерам, болотам и волоку из села Красноселькуб в село Труханск, повторив путь русских первооткрывателей Восточной Сибири из Мангазии в Новую Мангазию. «Данный проект, он как раз помогает осуществить мечту любого жителя нашей необъятной страны и, соответственно, показать, насколько красивая, необъятная наша Родина». Павильон «Газпрома» на ВДНХ продолжит свою работу до апреля следующего года, а прикоснуться к заповедному Ямалу, не выходя из дома, можно и на нашем сайте www.yamburgdefis.gazprom.ru Павел Орлов, Денис Каурдаков. Москва. Специально для ЯТВ